Здравствуйте, друзья! Знаете ли вы, что такое помирание? Нет, это не сказочная страна. Это историческая область Балтийского побережья. Именно из этих северных германских земель под названием Пруссия и ведет свое происхождение самое миниатюрное из всех разновидностей шпицев – помиранские. И сегодня они, герои рубрики, представляем породу. Предками всех шпицев были охотничьи и ездовые собаки северных широт. Дружелюбный, жизнерадостный характер и покоряющая внешность этих псов проложили им прямой путь от арктических льдов до самого сердца Европы. Пока самые крупные представители немецких шпицев были для городского жителя чем-то вроде собаки на все случаи жизни, хорошие друзья и надежные охранники, на самых миниатюрных собачек обратили внимание королевские особы английского двора. Впоследствии именно Англии и помиранские шпицы будут обязаны стремительным ростом популярности. Ну а затем породу усовершенствовали американцы. Именно они добились самой нарядной и экстравагантной внешности, превратив и без того симпатичную собачку в нечто совсем игрушечное и восхитительное. Подходит для жизни в городе. Прекрасно ладит с детьми. Хорошо себя чувствует в холодном климате. Шерсть требует определенного ухода. Хороший сторож. Сегодня мы знакомимся с одной из самых популярных декоративных пород собак – миниатюрными шпицами, всем известными померанцами. И поможет нам в этом Зарина Хамидова, владелец питомника «Классик Момент». Здравствуй, Зарина. Здравствуйте. Скажи, твой питомник, он ведь еще совсем молодой, ты недавно открыла для себя эту породу? Ну, породу шпиц я для себя открыла лет 7 назад. Вот, то есть так получилось, что вся моя жизнь, она была связана с собаками. У меня родители, они заводчики. Только это были большие собаки, это были алабаи. Но, живя в квартире, хочется все-таки какое-то животное, которое будет более компактное. Вот. Я очень много смотрела всяких маленьких пород, то есть разновидности. Вот. В итоге я определилась, пошла на выставку и увидела совершенно другую породу – шпица. И тут я поняла, что все, это мое. Особенно за последние 10 лет померанцы стали невероятно популярными у нас в стране. На твой взгляд, в чем секрет такого успеха у породы? Ну, вообще пройти мимо шпица очень тяжело. То есть даже когда ты идешь на улицу, гуляешь с ним, то есть все останавливаются, все охают, все ахают. То есть, конечно, в первую очередь эта причина в их такой вот, ну, как сказать, внешнем виде, в таком ярком, привлекающем. То есть невозможно пройти мимо и не заметить эту широкую прекрасную улыбку. Ну и вообще их цвет такой рыжий, то есть они как улыбающийся солнышко. Они очень веселые, очень подвижные. То есть они открытые, ни в коем случае не агрессивные, не трусливые. То есть очень часто бывает такое мнение, что вот она маленькая собачка, которая будет тебя кусать за ножки, тяпкать на тебя. Нет, шпицы – это совершенно другое. Это открытые животные, которые всему радуются, все любят. Ну и, естественно, прохожие и остальные люди отвечают им взаимностью. Померанский шпиц – это, по сути, самая маленькая разновидность из всей большой семьи немецких шпицев. Вот кроме размера, у них есть какие-то еще отличительные черты от других представителей? На мой взгляд, померанцы наиболее милые из всех разновидностей шпицев. То есть они, ну, производят такое впечатление маленьких медвежат, маленьких лисичек, таких кукольных, каких-то даже, можно сказать, воздушных созданий. Внутри этой породы есть несколько своих внутрипородных типов. Так, например, есть тип мишка, то есть это когда померанец толстеньких лапок с коротенькой мордочкой. И тип лисичка, когда собачка выглядит все-таки немножечко так попроще, то есть у нее более осенькая мордочка, более тоненькие лапки. Но вне зависимости от своего типа, характер померанцев не отличается. То есть они все такие же заводные, такие же веселые, такие же активные. И опять же, вот несмотря на свой маленький размер, эти собаки ведут себя как и взрослые разновидности шпицев. То есть они могут проявлять даже охранные качества. То есть если это поощрять, ваш померанец может отличаться очень большой разговорчивостью. Они могут даже петь песни, серенады и не только вам лаять, как говорится, предупреждать о том, что к вам кто-то пришел. И дети, наверное, без ума от этих собак. Они ведь так похожи на живые игрушки. А вот сами померанцы как с детьми ладят? Шпицы обожают детей. То есть они относятся к ним просто великолепно. То есть если, допустим, вы ищете друга своему ребенку, да, вы хотите, чтобы эта собачка была маленькая, веселая, общительная, активная, то есть шпиц подходит идеально. У них нет абсолютно никакой агрессии к детям. То есть они их очень любят, очень сильно им преданы. А за их шерстью сложно ухаживать? Много надо усилий приложить, чтобы собака выглядела так же красиво, как твои? Ну, конечно, да, определенный уход шпицу нужен. Но с первого взгляда кажется, что это, боже мой, у него столько шерсти, это так тяжело, это так сложно. На самом деле это очень обманчиво. То есть для того, чтобы ваш шпиц выглядел хорошо, как с картинки, вам достаточно всего лишь один раз в неделю брать расческу в руки и расчесывать своего питомца. Если у питомца линька, а шпицы линяют, девочки это два раза в год, а мальчики это раз в год, то тогда вам нужно немножечко, как бы, приложить побольше усилий. То есть это может быть два или три раза в неделю вам нужно будет вычесывать животное. Если вам интересно, я могу показать, как несложно ухаживать за шерстью шпица. Давай, конечно, попробуем показать самые основные элементы груминга померанского шпица. А пока мы готовимся, давайте посмотрим рубрику «Экзотик парк». Ирина Трофимова расскажет о других совсем необычных домашних питомцах. Двояко живущие или попросту земноводные, амфибии или, как их еще называют, голые гады. Вряд ли какой-либо другой обитатель аквариума вызывал столько споров, как аксолотль. По сути своей хвостатой амфибии – это личинка амбистомы, способная размножаться, не превратившись во взрослую форму. Необычное такое животное. Оно, во-первых, очень хладнокровное, живет в холодной воде, достаточно от 16, где-то до 20 градусов. И у них еще есть такая особенность, если им сделать выход в сушу, то они превращаются в ящерицу. Водный монстр, однажды выйдя на сушу и превратившись в амбистому, уже никогда не сможет вернуться в прежнее состояние. Сейчас Зарина Хамидова покажет нам, что нужно знать и уметь в уходе за такой красивой шубкой. Для того, чтобы ваш померанский шпиц всегда выглядел отлично, радовался своим внешним видом, не нужно больших усилий. Будет достаточно, если вы будете несколько раз в неделю опрыскивать его из пульверизатора обычной водичкой. Также вам потребуется обычная массажная расчесочка. В большинстве своем мы чешем собачку всегда по шерсти. Шпиц чешется наоборот, против шерсти. То есть вот такими вот плавными движениями мы расчесываем шубку. Вот, допустим, перец на данный момент перед нами в своей выставочной стрижке. То есть он полностью готов для того, чтобы участвовать и покорять ринги. Но еще собачка может быть домашней стрижки. Чем она отличается от выставочной? При домашней стрижке мы делаем акцент только на ушки собачки и на лапки. То есть все остальное, весь корпус, всю остальную шерсть мы не трогаем, не снимаем. Померанцы можно обратить внимание на ушки. Не кажутся такими маленькими, круглыми. На самом деле ушки у них не купируются, как многим кажется. Это все эффект груминга. А если летом, жара, и приходит мысль такую собачку постричь, ты советуешь это делать? Ну, в принципе, да, конечно. Померанцы можно стричь летом, но нежелательно стричь очень коротко. Почему? Потому что его шубка, она не только помогает ему зимой справляться с морозами, но и летом она помогает ему справляться с жарой. В таком красивом виде его так и хочется посадить на какой-нибудь пуфик, на видное место и просто им любоваться. Как ты думаешь, он там долго усидит? Ну, вообще шпицы очень подвижные собачки. То есть, если их хозяин любитель активного отдыха, то есть активных движений, видов спорта, они только за. Обожают прогулки. Более того, их можно брать с собой на длительные прогулки. Им это только в радости. Поэтому, если вам интересно, мы приглашаем вас в большой нашей шпицыной компании на прогулку. С удовольствием составим вам компанию. А пока мы собираемся, давайте посмотрим последние новости из Самарского приюта. Потерянные животные ждут, когда их найдут владельцы. Внимание! Потерялся лучший друг. Приют «Надежда» ищет настоящих хозяев своих четвероногих питомцев. В приюте содержится более ста собак. Из них десять – потеряшки. Вот эту девочку нашли в Советском районе около недели назад. Она беспородная, но явно домашняя. А вот этого рыжего стича нашли на Антонова Овсеенко. Он был в ошейнике, собака добрая, но не доверяет посторонним людям. Скорее всего, мальчик потерялся совсем недавно и жил у немолодой семьи. Сибирь – это помесь лайки. Она была найдена в Кубежском районе. Тоже достаточно добрая, но уже давно, видно, находится на улице. Скорее всего, содержалась либо в будке на цепи, либо при вольерном содержании, потому что хорошо ходит на поводке. Если в наших героях вы узнали своих любимых четвероногих домочадцев, то обращайтесь по телефону 231-4100 или 231-4310. Эти жизнерадостные ребята очень рады, когда их берут с собой. Сборы на прогулку с померанцами много времени не займут. Если путь предстоит неблизкий, очень удобно брать с собой малышей в специальных переносках. В таких сумках-домиках собаки готовы путешествовать со своим хозяином на любые расстояния. Померанский шпиц ведет свое происхождение от собак северного типа – лайк и ездовых. Именно от них он унаследовал такую теплую густую шубку, невероятную для такого малыша выносливость и любовь к прогулкам на свежем воздухе. Не нуждаясь в дополнительной одежде, шпиц прекрасно переносит сухую морозную погоду и очень любит играть в снегу. Немецкий шпиц миниатюрный – померанский. Маленькая компактная собачка квадратного формата с крепким, но не грубым костяком. Голова клинообразной формы с хорошо выраженным переходом от лба к морде. Уши небольшие, стоячие, поставлены высоко. Спина короткая, прямая, крепкая. Хвост поставлен высоко, закручен над спиной. Шерсть очень густая, длинная, образует богатый украшающий воротник. Штаны обильно развиты на хвосте. Высота в холке до 23 сантиметров, вес до 3,5 килограммов. Померанский шпиц – необыкновенная, словно игрушечная собачка с солнечным характером и живыми умными глазами. Он похож на маленького пушистого медвежонка, прибежавшего к нам из веселой сказки, чтобы напомнить взрослым людям о детстве, любимых игрушках, беззаботных днях, чтобы подарить всем нам оранжевое настроение. Берегите своих друзей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова